Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы с вами поговорим про биткоин. Что с ним происходит? Куда уходят деньги? Конечно же, мы затронем карту ликвидации, поговорим вообще, что происходит на споте. И первое, с чего хочу начать. Всю эту неделю я долбил и писал, выпускал такие видео. Я иду против толпы биткоин вниз. Мы 100% в зоне аккумуляции, никаких 27 тысяч. Биткоин все идет по плану. Почему я пошел против толпы? Дело в том, что я руководствуюсь только техническим анализом, своими знаниями и тем, что вижу на графиках. Поэтому, как трейдер, я строю свою стратегию закупки, продажи, тейк профиты, только исходя из этой тактики. Если вы торгуете просто по велению судьбы, что хотите купить здесь, а продать там, соответственно, путь в никуда. Если вы хотите купить здесь, потому что 5 трейдеров сказали вниз, а 4 вверх, и вы идете за большинством, это путь в никуда. Это трейдеры и вы, и я считаю, что нужно воспитывать вас именно торговца, а не человека, который охотится за сигналами. А теперь, пока папка с моралями вышел из комнаты, начнем. Первое, что самое основное. Мы с вами на недельном таймфрейме, подчеркиваю, отритестили Йома-10. Йома-10 это скользящее, самое слабое и хлипкое из всех. Но есть одно маленькое но. Мы с вами пересекли 10-й скользящий, 200-й скользящий. Что нам говорит о микро-микро-медвежьем тренде, но в рамках недельного таймфрейма это сумасшедший какой сигнал. Но не берите до головы. Дело в том, что если изучить всю историю биткоина, то мы с вами увидим, что эти пересечения 10-й Йома и отскоки были во втором медвежьем цикле. Вот это вертикальная линия. И точно так же у нас было с вами, дорогие друзья, в первом медвежьем цикле. Доход-отскок, доход-отскок. Но, что очень тоже интересно в этом контексте, что 20-я Йома, 20-я Йома, тоже стремится пересечь 200-ю экспоненциальную скользящую. То есть это может произойти через пару недель. Но есть одно маленькое но. До сели ни разу мы не пересекали 20-й Йома, 200-й. Если вы посмотрите на второй медвежьем цикле, мы просто подошли и вывернули. Потому что аккумуляция закончилась и мы стали восходиться вверх. Про аккумуляцию я скажу чуть позже и Вайкова. Точно так же здесь. Мы летели камнем вниз и вывернули. Мы не пересекли 200-ку. Ну то есть каждый медвежий цикл все ближе и ближе пододвигал пересечение к 200-ке. Но если топорно на текущий момент времени, мы с вами имеем горизонталь. Она выступает у нас 17-600 как зона поддержки. То есть доход-отскок. Если будет отскок, то есть очень глубокий, то 17-600 должна быть мега сильной зоной поддержки. Мега сильной. Но это не значит, что мы к ней придем. Но это не значит, что она нас удержит. О целях и до куда мы можем дойти, я скажу чуть позже. Поэтому медведи могут быть с собой довольны. Не пробили йома 10 и не закрепились выше. Отскок. Наблюдаем за йома 20. И если будет пересечение, это будет не очень хороший сигнал. Но смотрим. В своем телеграм-канале, как-то на неделе 18 июля, я давал такой сигнал. Как? Посмотрите, пожалуйста. Я сравниваю две зоны аккумуляции. Локальную и текущую, глобальную. Дело в том, что у нас была свеча длинноногий доджи. После чего у нас была свеча П. Соответственно, о чем речь? Вот локальное дно. Вот глобальное дно. Зона аккумуляции. Ого расскажу чуть позже. Итак, что любопытно здесь. Мы с вами получили длинноногий доджи. Но это был бычий длинноногий доджи. То есть, после него мы пошли вниз и пошли вверх. Тело свечи закрылось именно бычий. Теперь же мы получили с вами длинноногого доджи, где я писал, намекают о развороте тренда. Соответственно, это был медвежий доджи. То есть, ровно противоположно. Если здесь бычий погнал сниз, потом вверх, то здесь у нас получается медвежий погнал вверх и начал двигаться вниз. Соответственно, у нас, если исходить из свечных паттернов, то, соответственно, мы должны с вами исходить вниз. Цели, опять же, скажу чуть позже. Тем любопытней наблюдать за тем, что происходит с биткоином и сравнивать паттерны, особенно свечные. Это все неспроста. Поэтому обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, чтобы узнавать все раньше остальных. И коль мы затронули мой телеграм-канал, то еще на неделе, 21 июля, я вам рисовал и писал тоже свечные паттерны. Волчок. Соответственно, как они все отрабатывали. Посмотрите, пожалуйста, после волчка мы всегда отрабатывали 100% в сторону движения, о котором намекает этот свечной паттерн. То есть, здесь у нас был волчок, соответственно, разворот, и мы двинулись вверх на дневном таймфрейме. Здесь волчок, мы двинулись вниз на дневном таймфрейме. И здесь то, о чем я писал в телеграм-канале, волчок, и мы пошли вниз. Соответственно, еще одна из причин подписаться на мой телеграм-канал и подписать всю свою семью. Если поглядеть на такой индикатор, как MarketCypher, и посмотреть на MoneyFlow, что важно, этот индикатор создан для Hacking Ashi, соответственно, выставляем и смотрим. На дневном таймфрейме, посмотрите, пожалуйста, красная линия. Это MoneyFlow, денежный поток. Соответственно, мы были на донышке 19 июня. И после этого деньги стали заходить. Волны пошли вверх. Теперь же, посмотрите, сейчас у нас происходит вымывание средств. Вымывание. Плюс тут же взвешенная средняя цена объема, вот эта желтая, тоже идет вниз. Когда они вместе совпадают в движении вниз или вверх, это серьезный буст ту или иную сторону. Это вам уже подсказка, как обучение. Плюс ко всему, мы с вами имеем стахастический стилетор относительной силы. Раз, два, три. Я говорил в своих видео, что более трех загибов на дневном таймфрейме я не видел за свою историю ни разу. Соответственно, еще был один плюсик за движение вниз. И RSI, вот он RSI, по маркет сайферу красного цвета. Значит, он был перегрет. Это еще один намек на то, что мы должны были бы двигаться вниз. То есть, у меня было миллион причин заходить в шарты, писать и говорить вам, и заявлять, что я иду против толпы. Никаких 27, не сейчас. Если посмотреть на это локально, MoneyFlow, посмотрите, пожалуйста. Был заход, и сейчас мы вымываемся. Взвешенная средняя цена объема рынка, желтая, двигается вверх, но она слабее, чем MoneyFlow. Если MoneyFlow вымывается, а взвешенная цена рынка двигается вверх, это может быть как флэт, так и пологое движение вниз. Но, возможно, он выпишет дугу и пойдет дальше вниз вместе с MoneyFlow. Соответственно, мы получим то движение, которое ожидаем. Теперь смотрим на дневной таймфрейм. Здесь все по целям. Первое, самое основное, что вы должны сейчас определить. Здесь нисходящий глобальный канал. Это он изображен. Здесь его медиана, середина оранжевого цвета. Здесь восходящий оранжевый канал. Обратите внимание, локальный. У нас мы в глобальном, нисходящем и локальном восходящем. А это его серединка медиана. Что мы имеем? На пересечении медианы восходящего локального канала и нисходящего глобального канала мы оказались в этом кресте. Это не череп Роджер из пиратского корабля. Это технический анализ по биткоину. И мы оказались ровно на перекрести. Баста. Цену сейчас не пускает. Необходимо набраться сил, чтобы пробить это все и ринуться дальше вниз. Но тут начинается самое основное. Если кто-то считает, что мы падаем, то вы ошибаетесь. Мы еще даже не начинали падать. Дело в том, что у нас есть такое понятие, как CPR линии. Теории давать не буду, но это очень сильные зоны поддержки или сопротивления, зависит от того, куда мы идем. Когда мы шли вверх, CPR линия выступила в зоне сопротивления. Не опустила нас. Плюс здесь был вверх канала восходящего локально. После чего мы двинулись дальше вниз. Первая сложная зона сопротивления. Это локальный максимум, который мы имеем с вами в данной точке. И 0,382 по Fibonacci. Это была очень сложная зона. Мы ее с трудом, но пробили. Тут же мы с вами попали в кролика Роджера. Перекрестие канала. Далее, если пробиваем, мы двигаемся вниз. Мы встречаем CPR линию 3, 21 550. Здесь тоже достаточно сложно. Будем надеяться, что мы сможем пробить. Дело в том, что если мы это делаем, у нас оказывается свободное падение относительное. И это свободное падение может быть до 20 350. Если это не устоит, нижний канал, вот этот логосходящий, мы двигаемся дальше вниз. Попадаем на медиану нисходящего глобального. Это 19 000 плюс-минус. И после этого уже наступает дальнейший тейк профиты. 18 600, 18, 17 600. И как цель бинго. Фибоначчи 16 130, 0618 по Фибоначчи. Сегодняшним днем это слишком оптимистичный сценарий. Но будет все зависеть от того, как бодро мы будем с вами падать вниз. Если будем падать вниз. А мы должны, но не обязаны. И что здесь любопытно. Если мы рассматриваем как 16 130 бинго, но ожидаем 19 000 как минимум. То, поглядев на канал Боллинджера на дневном таймфрейме, можно увидеть, что его дно обозначено как 19 400. Потребуется расширение канала. То есть, опять вот такое вот что-то похожее. И тогда уже у нас останется движение вниз. Как вы видите, прошлое расширение врат был район 16 000 плюс-минус. Тогда все правдоподобно. Но, очень важная зона 17 600. И до этих пор нам пока еще дойти будет крайне сложно. Сейчас локальный канал Боллинджера все-таки восходящий. Мы двигаемся, дошли до медианки. Медиана, середина этого канала Боллинджера, очень сложная. Это район 21 600 плюс-минус. Точно так же, если мы пробиваем, то с высокой долей вероятности можем лететь на его дно. Опять же, это 19 400 плюс-минус. И так как это будет что-то летающее в воздухе, то, скорее всего, это будет возможный закол и возврат. То есть, тень свечи до 19, тело останется на 1 400. Но это пока теория, которую я прогнозирую наперед. Так может и не случиться. Но с высокой долей вероятности мы это ожидаем. Еще раз для всех быстро. Я рассматриваю логику Вайкоффа. Итак, мы были в зоне распределения. Дисбаланс. Зона постраспределения. Дисбаланс. Зона аккумуляции, которая длится несколько месяцев. 3,5 плюс-минус, точно никто вам не скажет. Цена здесь расторговывается, набирается сил. После этого пробой резкий вверх и тузымун. Все это дело мы очень успешно рассматривали и расставляли все зоны. Все отработало себя идеально. Тем самым я и заслужил среди вас уважение и почет. Понимаю, что не у всех. Но и на том спасибо. Я очень ценю ваши лайки, комментарии, подписки и то, что вы за меня топите. Спасибо. И вот, рассматривая данный канал аккумуляции, мы помним, что мы сейчас приоритетно рассматриваем схему номер 1. То есть, сейчас мы находимся вот примерно в этом цикле, в фазе B. Или схему номер 2. Отличие состоит лишь только в фазе C. Также помним, что если что-то пойдет не так, у нас существуют нестандартные зоны аккумуляции. Голова и плечи, двойное дно, естественно нисходящий клин или восходящий канал. Восходящий канал это радость для всех, кто ждет 27 тысяч долларов за биткоин. Нисходящий канал к радости тех, кто ждет по 11 или по 6. Двойное дно или голова и с плечами соответствует моему представлению и логике того, чего я примерно жду от зоны аккумуляции. У нас был нисходящий, глобальный нисходящий недельный клин. Мы его пробили вниз, хотя в теории с высокой доверенностью он пробивается вверх. Но мы его пробили и здесь вот эта зона аккумуляции в виде головы с плечами или двойным дном является после выхода из канала аккумуляции. Именно это вы наблюдаете сейчас на своих экранах. Нисходящий клин, пробой вниз. Естественно, здесь разрисована траектория, возможно, траектория движения цены поведения. Доход до низа, естественно, отскок, макс. Соответственно, сейчас у нас вот эта волна нисхождения, которую выпишет нам либо голову, либо второе дно. И тем любопытнее узнать все же, что мы с вами имеем. И даже в этом случае схема 1 или схема 2 по сути вписываются в то, что мы с вами рассматриваем. Все зависит от фазы С. И вместе с тем, здесь точно так же предусмотрена зона 16 тысяч. То, чего мы ждем. Это, по крайней мере, тот минимум, который я еще допускаю. И это реальная цифра. А вот 27, нет, я исключаю. 11 тысяч. Я уже сказал давным-давно, что я уже и не жду 11 тысяч. Из того, что я вижу, это что-то сейчас нереально. Это лишь возможно в случае данной нестандартной схемы аккумуляции по Вайкову. Но если это случится, естественно, я признаю свою неправоту и будем рассматривать это твое. Но пока об этом говорить вообще рано. Хотя, с учетом того, что если 20-й пересечет 200-ку и вслед за ней 50-й пересечет 50-ку, то тут однозначно я умываю руки. И это будет что-то апокалиптическое для биткоина. Надейтесь на лучшее, готовьтесь к худшему. Вместе с этим каналом мы имеем с вами локальную наклонку и глобальную. И смотрите, что мы имеем. Если у нас идет движение вниз, мы встречаемся с наклонкой локальной. Это район 20700 плюс-минус. Если мы его прошиваем, мы двигаемся дальше. Здесь мы встречаем медиану, которая находится в районе 20350. Если мы ее прошиваем, встречаем глобальную наклонку, которая находится в данном месте. Где-то райончик 20 тысяч плюс-минус. 19700-19800. И вот если мы ее пробиваем, то тут, как и говорилось ранее, зона свободного падения. Это практически, практически 100% доход до локальной зоны поддержки в 18000 в верхней части блока. И доход до ядра фактического 17600. Если у нас будет закол, то без сомнений можем ожидать закол до 17250. И тут опять же, да, 0.5 по Фибоначчи и Цельбинго 16200. Все это держим в голове, помним. Для тех, кто вообще ни черта не понимает в техническом анализе, а делает выводы исходя из утрешнего пения птиц, то расскажу вам, цена не может двигаться все время вверх или все время вниз. Она двигается выступательно, волнами. Соответственно, если мы говорим, что мы глобально идем вниз, это не значит, что мы не можем подняться, скажем, вверх. И чтобы низко упасть, нужно высоко подняться. И наоборот. Ну это так, привет тем, кто в солнечных очках. Теперь смотрим такой ресурс, как Кингфишер. И карту ликвидации. Обратите внимание, лонговых ликвидаций, относительно спокойных, у нас имеется до 20000 долларов за биткоин, плюс-минус. То есть здесь у нас, скорее всего, если мы идем вниз, то только за счет чистых распродаж. А вот если мы пробиваем двадцатку, это тот оплот, который просто этот карточный домик, и как домик соломины поросенка посыпался вниз. И мы можем полететь до тех же отметок, которые мы называли. Все они здесь, и 19000, друзья, и 18000, и те же самые, вот та щелочка, да, 16600, о которой мы говорили, там, плюс-минус. Или вот еще одна щелочка, 16200, все вписывается в эти рамки. Но это не значит, что мы обязательно туда идем. Вы это держите в голове. А зачем вам эта информация, вы задумаетесь. Take Profit. Например, вы зашли с 23, 23500 или добирали, как я, 24 еще дополнительно, и ваши Take Profit, и все, что я уже сказал. Плюс, оставляете 5, 10, 15% на бинго. А вдруг будете королями. Зафиксите все завтра, все равно молодцы. Теперь мы посмотрим на интерес к биткоину на споте. Посмотрите, пожалуйста, идут распродажи. Продажа раз, откуп, и, соответственно, продажа два. Бодро это на споте, на дневном таймфрейме. Что происходит нам в обычной маржинальной торговле? Торговле с плечами. Точно так же, очень сильно распродались. Немножко подкупили, неуверенно, и ренульсмисс. Обратите внимание вот на эти сгустки распродаж. И на фьючах люди еще как-то колебаются. Посмотрите, пожалуйста. Вроде не распродавали, чуть-чуть даже закупили, и вот сейчас опять не уверен. То есть думают, только мы падаем или нет. Как-то вот странно, не понимают. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии. В описании под видео есть две замечательные биржи. Байбит и Фемик, с самыми низкими всех известных бирж комиссиями. Более того, если вы хотите сказать мне спасибо за то, что я для вас делаю, почему бы и нет, то обязательно торгуйте от меня. Также вступайте в мои социальные сети. Тикток, Телеграм, Твиттер. И интересное наблюдение. Вы никогда не задумались, почему божью коровку, когда, мол, лети на небку, вы ее бросаете, она падает вниз? Я вам отвечу. Дело в том, что она красная. Она медведь. И всегда она будет стремиться вниз. Увидимся.